Здравствуйте! В эфире программа «Беседа с Владыкой Павлом». Я рада приветствовать вас и с удовольствием представляю нашего постоянного собеседника, патриаршего экзарха всея Белоруссии, митрополита Минского и Заславского Павла. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Владыка, сегодня у нас первый вопрос из Новгородской области от Клавдии. Было видение, спаситель, Богородица и умерший сын. Что это значит, интересуется Клавдия? Вы знаете, даже не знаю. А вообще, вы знаете, когда происходит нечто подобное в нашей жизни, то лучше всего не заостреть на этом внимание. А точнее сказать, в своем уме надо просто подумать, поразмыслить и сказать, Господи, кто я такой, чтобы мне являлась Матерь Божия, Христос Спаситель. Да я недостойный. Вы знаете, лучше проявить вот такое смирение, лучше сказать, Господи, прости, я недостойный, чтобы ты являлся мне и Матерь Божия. Я говорю, недостойный я. Лучше забудьте это. Если только проявите самомнение или заострите на это внимание, то не исключено, что мы ведь люди все грешные. И знаете, история Церкви нашей свидетельствует о многих искушениях, которые происходили с людьми. Если только они начинали верить с нам и начинали чувствовать, что они уже достойны чего-то такого особого небесного откровения для них, то это, как правило, бывает губительно для душ тех людей, которые начинают верить с нам. Именно поэтому Церковь не рекомендует верить с нам. Забудьте, встали, забудьте. Потому что если действительно Господь что-то хочет вам открыть, Он вам откроет, и, может быть, иным образом, а, может быть, Господь вразумит и вторым, и третьим видением. Но я не думаю, что это будет такое. Но посчитайте себя смиренным, недостойным человеком. Так будет лучше. Может быть, вы просто думали об этом. Понимаете, ведь что говорит нам ученый мир и психологи, что нам снится очень часто то, что мы в течение дня или предыдущих дней что-то воспроизводили в своем сознании. Вот этот сон – это такое, знаете, временное, какое-то такое заторможенное состояние организма человека. Днем мы думали, пока были в рабочем состоянии, а потом немножко затих организм. А мозг-то продолжает работать. Поэтому возможно, что это из области вот такого вот дневного рассуждения, размышления. Забудьте об этом. Скажите, Господи, я недостойна размышлять. Ну, о своем покойном сыне, конечно, надо молиться. Как молились до сегодняшнего дня, так и продолжайте. Следующий вопрос мы получили с помощью голосовой почты. Это вопрос из Ульяновска. Здравствуйте. Вот «Премудрость Соломона» сказано. Если ребенок зачат вне брака, у него там очень проблемы в жизни большие бывают. Вот мне интересно. Ребенок зачат до брака, но брак потом зарегистрировали. И ребенок, родившийся в этом браке, он относится вот к «Премудрость Соломона», то есть у него проблемы большие будут. Или вот если брак зарегистрирован, значит у него все по закону. Спасибо. Я думаю, что поскольку вы говорите, что ваша дочь вышла замуж за этого человека, то ничего страшного нет. Вот вы приводите на память ветхозаветную историю. Да, действительно, Господь предупреждал туда. И надо сказать, что и до сегодняшнего дня это предупреждение в действии. Господь пытался и пытается людей предохранить от распутства, от вот такой вот разгульной жизни. Призывало людей к благочестию, к супружеской верности. Вот должно быть благочестивое отношение, а тем более уж трепетное, благоговейное отношение к рождению ребенка. Мы же сегодня знаем, что происходит в нашей современной жизни, что касается семейной жизни людей. Полное безразличие. Вы знаете, простите, может быть, грубо скажу, как собачки, знаете, сошлись, совокупились, разбежались. Никакой ни ответственности, ни перед совестью, ни перед самим собой, ни перед обществом, ни перед Богом. Вот как животное. Вы понимаете, деградирует сегодня человек, живя вот таким распутным, разгульным образом. А Господь призывает человека, ведь мы же, друзья, мы же вершина божественного творения. Человек – это высшее творение Божие. Мы должны уподобиться Богу. А мы, вы знаете, ведем вот такой разгульный образ, деградирует человек и человечество в целом. И Господь предохранял людей, предупреждал их, не делайте, не зачинайте детей вне брака. Потому что, ну как он будет воспитываться вне брака? Он же потом родится, его надо воспитывать. Кто его будет воспитывать? И уже тогда Господь предупреждал и говорил об этом. Ребенок, который воспитывается вот в цельной, благополучной семье, он же совершенно другим человеком выходит во взрослую жизнь, правда? Нежели тот, который воспитывался или бабушкой, или только мамой, или только папой. Нету вот той семейной гармонии, которая была задумана Богом. И именно вот это рекомендовал Господь, то, что вот Он нас создал людьми. Поэтому вот Он говорит, у вас все будет благополучно, если вы будете жить вот в тех рамках, в тех вот границах, которые определены для нормальной жизни человека. Это не значит, что это как-то будет ущемлять нашу жизнь, совсем нет. Но это будет нас воспитывать в гармонии между собой, в единстве, в любви и в гармонии с Богом, и, конечно, с природой. Так что это очень важно, и даже до сегодняшнего дня. Но я думаю, что вас не касается, потому что, видите, ваша дочь вышла замуж, ее не бросил этот человек. Будем надеяться, что все у вас будет благополучно. – Спасибо за ответ, Владыка. Следующий вопрос у нас из Ивановской области от Натальи. Наталья спрашивает, что такое Царство Небесное, Вечный Покой? – Вы знаете, вот мы в прошлый раз говорили о том, что крещеный человек, тот, который принимает вот это зернышко православного вероучения, тот, кто входит через крещение в церковь, тот имеет возможность, преображая себя, совершенствуя, войти и в Царство Божие. Хотя, конечно, даже те люди, которые ходили за Христом, когда Он был на земле, проповедовал, даже ученики Его спрашивали неоднократно о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, потому что упоминание о Царстве Божьем и о Царстве Небесном многократно происходит в Евангелии. Вот вы тоже можете обратить внимание, ученики спрашивали, Господи, а что же такое Царство Небесное? Где оно? Как оно? Как его искать? И Христос Спаситель неоднократно говорил людям притчами, потому что люди не могли понять, о чем говорил вообще Христос Спаситель. Да вообще все, что касается загробного мира и тем более Царства Небесного, нам это совершенно непонятно, потому что это сокрыто от нас. А для нас открывалось через откровение Божие, и Господь Христос Спаситель в притчах говорил, чтобы хоть как-то объяснить людям, не могли люди понять. Вот он беседовал, Христос Спаситель, с Никодимом, тайным учеником своим, и когда стал ему говорить, что необходимо заново, надо родиться для Царства Небесного, то Никодим никак не мог понять, как это так, что говорит, что я должен опять войти в утробы матери, чтобы заново родиться. И Христос Спасителям говорит, я вот тебе говорю о земных понятиях, и ты даже об этом, этого не можешь понять. А что же, как ты можешь понять то, если я тебе буду говорить о Небесном? Мы не можем это понять, от нас это сокрыто. Но вот Господь очень красочно иногда в притче говорил, иногда вот таким притчевым языком, иногда Он говорил, однажды Он сказал, а Царство Божие внутри вас есть ок. Вот уж я-то думал, что это будет где-то как-то окажется внутри нас, Царство Небесное. Оно внутри нас должно зарождаться. Вот, и об этом Христос Спаситель говорил неоднократно. Так что, по слову апостола Павла, наше внутреннее состояние, какое мы его создадим, оно действительно выражается вовне. Вот, необходимо стяжать благодать Святого Духа. Если мы находимся на этом пути, после того, когда мы стали христианами, в нас это зернышко православия было посеяно в таинстве крещения, мы пообещали, что мы отрекаемся от темных сил и от их влияния и действий их дьявольских, и мы теперь будем только Господи Тебе служить, только исполнять Твои заповеди. И вот этот процесс как раз, он дает возможность внутри своего сознания человеческого посеять это, возродить это Царство Божие. Знаете, в молитвах литургических, в молитве Василия, в литургии Василия Великого и в литургии прежде священных даров есть очень интересные слова, точно такие слова, которые произносил апостол Павел. «А разве вы не знаете, что вы Дом Божий и Дух Божий живет в вас?» А в молитве литургической мы просим, чтобы, Господи, мы хотим, чтобы благодать Святого Духа в нас пребывала, мы хотим, чтобы Ты жил в нас, вот в нашем сознании. И, конечно, по слову апостола Павла, вот это внутреннее наше Царство Божие, оно и вовне проявляется. И проявляется это вот в таких качествах, как благодать Святого Духа действует, дары благодати Святого Духа. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но вот если вот у меня вот эти качества проявляются, то значит, это уже симптом или признак того, что во мне это Царство Божие уже начинает прорастать, произрастать. И, конечно же, мы, причащаясь к телу и крови Христовой, принимаем в себя самого Христа Спасителя. Вот уже где начинается Царство Божие. Ну, а то, что будет в загробном мире после перехода человека из временного состояния в жизнь загробную вечную, от нас это Царство Божие закрыто, сокрыто. И Господь по своей любви это сокрывает от нас. Мы бы не могли это все вместить. Хотя, знаете, опыт Церкви говорит о том, что были случаи, когда люди были восхищены в Царство Небесное, в Царство Божие. Ну, и что? Ну, вот один, я не буду говорить рассказы, которые я сам слышал от людей. Мне доводилось даже общаться с таким человеком, который был восхищен в Царство Божие. Вот. Но, может быть, для всех это будет не авторитетно. А возьмите, к примеру, апостола Павла. Вот это действительно признанный, святой, первоверховный апостол. Хотя он в своем послании говорит не о себе, а говорит, что я знаю такого человека. Только вот не знаю, в теле или вне тела, но он был восхищен до третьего неба. И что же он там видел? Он говорит, око не видело, ухо не слышало. И на ум человеку не приходило то, что уготовил Господь любящим его. Вот и все. Вот как вам объяснить, и как я себе могу объяснить, что такое Царство Божие? На ум не приходило, око не видело и ухо не слышало. Ну, и что? Что приготовил Господь любящим его? Хотя, можно, знаете, немножко опять-таки сравнив, сопоставив, можно вспомнить слова Христа Спасителя, который говорил о том, что вот у нас трава полевая. Посмотрите, как Господь украшает траву полевую, которая сегодня есть, а завтра высохнет и будет брошена в печь. Но я вам скажу, говорил Христос, что даже Соломон во всей славе своей не одевался так, как это поливает трава и цветы, да? Можете себе представить? Не было до Соломона, и не будет больше после Соломона ни одного правителя, который мог бы прославиться вот с таким величием, пышностью, славой, которой обладал Соломон-царь. Ах, какая-то полевая трава, цветы полевые, они, кажется, лучше украшаются Богом, чем этот царь Соломон. Поэтому, знаете, вот можно только себе как-то представить, как говорил апостол Павел, только в гадании, то есть вот в каком-то рассуждении. Можно что-то только предположить, но это все только откроется после перехода человека в загробный мир. Вот тогда все станет ясно. Следующий вопрос у нас Владыка из Волгоградской области от Марии. Ее крестили не погружением, а окроплением святой водой. Правильно ли это? Вы знаете, все зависит от обстоятельств. Конечно, самое главное, ведь не то, что совершается внешне. Внешне – это форма, которая обязательно содержит внутреннее содержание. Почему таинство? Да потому что под внешним обрядом погружения в воду происходит сошествие Святого Духа на этого человека. История нашей Церкви знает суровые условия. Когда не было возможности крестить людей водой, даже окроплением. У нас была Сараевская епархия, а в пустыне, вы знаете, вода дороже золота. Так вот, было даже принято решение в виде исключения, в связи с тем, что в пустынных местах вода на вес золота, и там непозволительная роскошь совершать крещение, даже окроплением, я не говорю о погружении. Поэтому там было принято решение – песком крестили. Понимаете, внешняя форма. Но самое главное, что вот под этим внешним действием происходит внутреннее совершение этого таинства. Благодать Святого Духа сходит на крещаемого человека. Так что вот это чрезвычайно важно. Форма не принципиальная. Но если есть возможность совершать крещение вот таким полным чином, да еще и погружением, тут уже участвует не только наша душа в этом таинстве, но еще и тело, и сознание наше. Поэтому если есть возможность совершать крещение через погружение, конечно, надо это использовать. Вопрос из Костромы от Павла. Можно ли работать в церкви и получать доход? – Конечно, мы говорим о том, что все люди достойны пропитания. И совершенно не случайно Христос Спаситель говорил, перефразируя ветхозаветное священное писание, «не заграждая уста вола молотящего». То есть тот, кто трудится, тот достойен и пропитания. Это может выражаться не только в том, что человека кормят, а надо ему еще и одеваться, и обуваться. Поэтому, да, денежное вознаграждение должно быть тем, кто трудится. И надо сказать, что ведь сегодня очень многие люди, которые весь рабочий день и, можно сказать, всю неделю, всю свою жизнь трудятся в храме. А как им тогда питаться? А как им кормить свою семью? Нужны ведь для этого средства. Так что, если предусмотрена вот такая статья в бюджете на содержание, на оплату труда, то надо получать. Другое дело, не надо вымогать эти деньги. Если есть возможность трудиться вот так скромно, и наоборот, получать скромное вознаграждение, трудиться можно не только скромно, трудиться можно так, выкладываясь полностью. А что дают, то за это надо благодарить Бога. Не вымогать, не вынуждать. Так что это нормальное явление. Благодарю вас, Владыка. Следующий вопрос у нас из Ростова-на-Дону от Ирины. Ирина принимает все близко к сердцу и от этого мучается. Нужно ли ей избавляться от этого состояния? Вы знаете, Ирина, мне настолько трудно сказать, что вы имеете в виду, что все близко к сердцу. Но, наверное, близко к сердцу надо обращать только то, что, во-первых, наверное, что касается моего спасения. Вот тут холодного отношения или равнодушного не должно быть. Вот мы и сегодня, и в прошлый раз говорили неоднократно о том, что надо заботиться о своей душе, надо делать все возможное, чтобы мы боролись со своими страстями, постарались бы сделать так, чтобы угасить эти страсти, как можно меньше грехов совершать, как можно меньше нарушать заповеди Божьи. Вот тут, конечно, все это надо пропускать, конечно, через сердце. Все надо продумать, все надо взвесить, сосредоточиться. А близко к сердцу принимать, что там кто-то прошел, быстро пробежал там, или кто-то выругался, или кто-то промчался там, или что-то такое, что происходит в мире. Но меня это не касается, поэтому зачем это принимать близко к сердцу. Но если это входит в мою компетенцию в соответствии с моей должностью, то тут равнодушного отношения, конечно, не должно быть. Вот если это моя обязанность следить за порядком в храме, на улице, у кого-то в учреждении, если я назначен на какую-то должность руководить там, или исполнять какие-то обязанности по службе, по работе, то тут равнодушного, конечно, не должно быть отношения. Тут все надо досконально изучать, очень внимательно, скрупулезно подходить ко всему этому. Тогда будет и должная отдача от нас, как от работника. А если не принимать близко к сердцу, я даже не знаю, что будет. Тогда это будет просто равнодушие. Равнодушие, конечно, не должно быть. Должно быть все в меру. Еще один вопрос у нас получен с помощью голосовой почты. Вопрос от Дмитрия из Новосибирска. Хотел задать вопрос, как молиться о спутнице жизни, чтобы Господь послал. И на что следует внимание обратить при ее выборе. Спасибо. Вы знаете, даже не знаю, что сказать вам. Если у нас с вами будет вот такое отношение, что мне Господь послал эту невесту или невесте жениха, то, наверное, это будет неправильно. Вы знаете, я вспоминаю свою маму, и очень часто ее вспоминаю, и знаю, что были и нечто подобное отношения родителей к детям. Когда я спрашивал свою маму, как мне лучше поступить в жениться или в монастырь уйти, то мне мама... Потом я часто вспоминал, до сих пор вспоминаю, мудрые слова сказала. Она говорит, что ты выберешь, сынок, то да, я тебя и благословлю. Знаете, конечно, я понимаю, что если бы я женился, были бы трудности, я ушел в монастырь, у меня тоже есть трудности, иногда хочется сказать, ой, мама, ну зачем ты вот так? Ой, нельзя сказать. А вот маму упрекнуть нельзя, ни в чем. Сам выбрал. Ты сам выбрал путь, ты взвесил, ты взрослый человек, сам ты выбрал этот путь, а я тебя только благословила. Поэтому мама, знаете, сняла с себя всю эту ответственность. Знаешь, сынок, ты уже взрослый человек. Поэтому если мы скажем, что, Господи, ты мне, как Адам, помните, когда искусил дьявол Еву, а она искусила Адама. А когда Христос спросил, Адам, ты где, Иси? Он говорит, ой, я, Господи, наг, и поэтому я спрятался. Откуда ты узнал, что ты наг? Что он сказал? Он не покаялся. Вот если бы он покаялся, он сказал бы, Господи, прости, я виноват, съел запретный плод. А он сказал, вот жена, которую ты дал мне, она меня искусила, она мне дала этот запретный плод. Сразу раз и упрекнул Бога. Вот чтобы такого не было, поэтому выбирайте себе супругу, находите Дмитрия. Но тут, наверное, надо обращаться ко Господу и просить Господи, если тебе угодно, то помоги. Вот у нас, вы знаете, есть очень хорошая молитва. Да в многом ничего хочется. Но ведь не всегда все полезно, что я даже хочу или о чем прошу. Поэтому есть вот очень хороший опыт такой нашей церковной жизни. Господи, если тебе угодно, а мне спасительно, помоги. Ну, хочу жениться, правда, хочу создать семью. Господи, помоги мне. Вот. Но выбирать, конечно, невесту должны вы. Вот. А на что обратить внимание, ну, я думаю, мы должны познакомиться, вот не просто так, знаете, жениться или замуж выходить, как мне один рассказывал, говорит, знаете, дожил до 30 лет, и думаю, ну, до каких пор я буду себе рубашки стирать, да? Вот. Но пора жениться. Правильно ли это? Если ты только ради этого хочешь жениться, чтобы жена тебя обслуживала, стирала, готовила обеды, ну, тогда, наверное, будет несчастная эта семья. А если вы поймете, что такое семья, что это подвиг, что это стремление человека создать вот такую, как мы говорим, домашнюю церковь, чтобы вы готовы были себя всего отдать своей второй половине, супруге, будущей или невесте, которую вы хотите сейчас найти. Вот. А она готова будет тоже ради вас пожертвовать всем. Вот. Если у вас появится вот такая любовь, настоящая, подлинная, не плотская, не платоническая любовь, а подлинная христианская любовь, а, как правило, христианская любовь, она всегда выражается в жертвенности. Вот когда человек достигнет вот такого состояния, жертвовать ради любимого человека, всем жертвовать, и даже с собой и своей жизнью. Вот, наверное, в этом случае будет настоящая крепкая семья. Да, если еще вы вместе поймете, что вы должны будете исполнить заповедь Божию, рожать и воспитывать детей в духе благочестия, добрыми, порядочными гражданами, вот, то, наверное, вот тогда наступит такой момент, когда можно создавать семью. Так что молитесь, так и говорите, Господи, если тебе угодно, а мне спасительнее, то помоги. Но и, как говорят в народе, не только молитесь, сами принимайте в этом участие. Вы тоже ведь должны? Я не знаю, как вот, ну, я монах, я не знаю, как, но я думаю, что, наверное, парень должен выбрать себе такого человека, с которым ему будет интересно, с которым он готов будет делиться всем, что он будет иметь, будет готов отдавать и поддерживать этого человека. Да, вот когда появится такой человек, без которого он уже не сможет жить, вот, но, наверное, вот тогда наступит момент, когда можно жениться. Еще один у нас вопрос от Анны из Ростова. Анна слышала, что надо читать ежедневное исповедание грехов. Где это делать, дома или в храме? Вы знаете, Анна, а вы обратите внимание, у нас в вечерних молитвах, самая последняя молитва, это и есть исповедание грехов, которое обычно мы прочитываем после вечерних молитв. «Исповедую Господу Богу моему Иисусу Христу, все мои согрешения, содеянные мной». И там идет перечисление всех грехов, которые может совершать человек. Ну и, конечно, очень важно, чтобы, ложась уже спать, мы еще и еще раз так вот проанализировали, что было сделано мной в прошедший день. Вот, если я кого-то обидел, то тоже надо сказать, «Господи, прости, опять с этим поссорился, того убедил, этого обманул, ой, тому не то сказал, прости мне, Господи». Что вот такое было состояние, покаянное настроение, да, и, конечно, после того, когда подумал, вспомнил, что сделал не так, постараться не только попросить прощения, постараться еще, «Господи, помоги мне больше этого не повторять». Вы знаете, вы завтра встанете, вы как с чувства листа начнете свой наступающий, день. Интересно будет, попробуйте вот так. Самим просто будет интересно. Легче жить тогда будет. Ну, а потом, конечно, все равно, если что-то вы досадили кому-то или что-то сделали не так, потом все, вот это надо будет на исповеди рассказать Богу перед священником и попросить, чтобы Господь простил. Благодарю вас за беседу, Владыка, и напомню нашим зрителям, что нашим постоянным собеседникам является патриаршей экзорхсия Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Спасибо, Владыка. Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывается всеми вами. Редактор субтитров А.Семкин